Остаться в живых. Невозможно дышать, невозможно открыть нормально глаза. Где выход, начали кричать «помогите!». Когда время тянется и кажется, что помощи не дождаться. Мол горит, мы задыхаемся. Она уже почти потеряла сознание. В данный момент открытого горения нет. Происходит сильное задумление. Опускали свои забравы и защищали все от этих взрывов. Субботний вечер. Еще минуту назад в кафе царил праздник. А теперь не до веселья. Ядовитый дым отравляет каждый вздох. Помещение горит, и выбраться из него невозможно. В панике посетители вскакивают со своих мест. Что делать? Кричать? Искать выход? Или смириться? Помогите! Здесь все в дыму. Дым горит. Мы задыхаемся. 24 октября 2020 года, 17 часов 10 минут, поступило сообщение о загорании столовой по адресу Алмалинский район, проспект Сифулина, 404. Минута до на выезд. Минута до на сбор выезд получается. Одно из важных правил, что ты должен постоянно, чтобы машина была полностью укомплектована, потому что тебе может понадобиться то или иной инструмент, а его не окажется, и получается может случиться очень критичная аварийная ситуация. По максимально быстро надели боевую одежду, сели пожарный автомобиль и выехали по месту возгорания. В тот день пробок не было. Доехали до места пожара за 4 минуты. Это был ресторан на первом этаже, а на втором этаже была гостиница, где было, получается, отдыхали люди. На первом этаже также были отдыхающие. Огонь стремительно разгорался, оставляя все меньше шансов на спасение. Пламенем уже охвачен не только обеденный зал. Полыхает перекрытие и кровля кафе. Вот-вот вспыхнет и гостиница. Силы средства работают по второму номеру. Работает 4 звена ГДЗС. Было очень сильное задымление. Командир отделения сказал нам одеть аппараты, то есть аппарат на шатном воздухе, СИЗОТ. Аспарь, под ноги смотрю. Во-первых, там невозможно дышать, невозможно открыть нормально глаза. То есть без аппарата не обойдешься. И вдобавок может пострадать органы дыхания и зрения. Поэтому без него не работают в таких условиях. Командир отделения, он зашел в ресторан, откуда произошло все горение. Он, получается, пока мы делали боевое развертывание, протягивали магистральную линию, рабочую линию. Он производил разведку на первом этаже здания. Он поднялся по лестнице и вышел из сердательного помещения и сообщил нам с напарником, что внутри остались люди. Он вывел половину. Основная масса людей находилась на втором этаже в гостинице. Основное горение происходило в ресторане, который находился на первом этаже. Но весь дым поднялся именно в гостиницу. Люди не сразу среагировали. И они уже вовремя не смогли, то есть самостоятельно не смогли выбраться. Каждая секунда на счету. Комнаты и коридоры были словно камеры для пыток. Звуки доносились страшные. Люди мучились и кричали. Люди начали кричать, тоже так же обстукивать двери. Где выход, начали кричать, помогите. На месте вызова работает автомобиль дыма удаления. Не могли определиться в пространстве, куда идти. Это шок. Они ориентацию потеряли. Мы установили трехколенную лестницу на окровлю здания. И вышли на второй этаж. По окровлю здания подошли к чердачным помещения с оконным проемом. Зашли вовнутрь. Там был очень сильно густой дым. На расстоянии вытянутой руки ничего не было видно. Идти приходилось на ощупь и крики. В голове мелькала мысль, а вдруг не успеем. Но когда все паникуют, пожарные должны сохранять спокойствие. Когда вокруг все горит, ум должен оставаться холодным. Первые нашли три человека. Это было двое мужчин и одна женщина. Они находились в соковом состоянии и не могли самостоятельно выбраться на улицу. Мы начали надевать на них спасательные колпаки, пожарные колпаки. И начали выводить максимально быстро. Было очень тяжело их вывести, так как оконный проем был не очень большой. Среди них одна была женщина, которая уже не могла себя держать в руках. Мы когда начали подводить ее к оконному проему, она уже стояла еле на ногах. Пришлось ее, получается, закидывать руку на себя. И с напарником с обоих сторон ее подвели к оконному проему. Она говорила, что ей было плохо. Оконный проем был немножко как поднят. Пришлось ее поставить на него. И в тот момент, когда мы ее уже поставили на окно, она сказала, что у нее кружится голова. Ей плохо, ей нужна скорая. И практически, когда начали ее вытаскивать, она уже почти потеряла сознание. Мы ее посадили на плечи и помогли спуститься через трехколенную лестницу. Внутри еще оставались те, кому нужна помощь. Надо собраться и снова войти туда, откуда все хотят поскорее сбежать. Мы стали производить разведку по комнатам. Прошли дальше, обнаружили также еще людей. Точно так же стали их в таком же порядке выводить, в спасательных колпаках, через оконный проем. Все, начали их спускать вниз, к ним сразу подбежали медики, оказали помощь пострадавшим при пожаре. Некоторые, кто мог нормально себя чувствовать, не остались. А кто находился в этом тяжелом состоянии, к сожалению, забрала скорая, привезла в больницу. Если бы, я думаю, вовремя они поспели бы, то была бы жертва, я думаю. Потому что самостоятельно выйти не могли они. Самая главная у нас первая задача – это спасение людей. Второе, получается, чтобы огонь не распространился на соседние здания. На месте работало 17 единиц техники и 57 человек личного состава. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Благодаря сложенной работе подразделения на месте было спасено 8 человек, эвакуировано 20 человек. Пожар был локализован 17 часов 58 минут. Ни одна смена не похожа на другую. При соступлении на боевое дежурство ты уже сам морально себя подготаживаешь, психологически. То, что в любую секунду, в любой момент может быть вызов, то есть сигнал о тревоге. И он постоянно разный, выезда. Или загорание автотранспорта, частного жилого дома или АЗС. Самый выезд, который мне запомнился, это лакокрасочный. Нас подняли по повышенному рангу. Когда бочка нагревалась, она сразу же взрывалась. Когда она взорвется, человек не ожидает. Ну вот мы тушили, и в любой момент она взорвалась. Мы как бы уже опускали свои забравы и защищали себя от этих взрывов. Использовали два вертолета. Тоже помогали нам в тушении. Опасность была в том, что там взрывались бачки с растворителем. И были очень сильные взрывы, конечно. Когда были взрывы, огонь не в том, что распространялся в разные стороны, но он еще поднимался вверх, получается. Пожар был локализован успешно. Жертв и пострадавших не было. Мы работаем сутки через трое. Сутки работаем и три отдыхаем. Вся энергия как бы уходит на смене. Ну, когда если у нас бывают тревоги, домой идешь, ну, дети уже как-то понимают это все. Говорят сразу, отец, ты с работы, отдохни немножко, а потом уже поиграешься с нами. У меня трое детишек. Самый старший пять лет, самый младший полтора года. Люди в смертельной опасности – главный стимул, чтобы зайти в горящий дом. Родные – главный стимул остаться в живых и вернуться, говорят огнеборцы. Когда есть, кому ждать и поддерживать, любой, даже самый страшный пожар, нипочем. Как бы ни было сложно, они выстоят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова